Сентябрь У нас будет некий интерактив, ток-шоу, свидетельство одной благословенной семьи, наших пастырей, или иных Константина и Евгения. Давайте аплодисменты пригласим их сюда. Чтобы у нас все происходило более интересно, у аудитории будет время для того, чтобы вы задали свои вопросы. Микрофон будет в зале через какое-то время. Если вы стесняетесь прямым текстом спросить о каком-то вопросе, вы можете написать записку. Я в свою очередь приготовил немного вопросов в адрес Константина и Евгении. И хотел бы поговорить как раз на тему семейного счастья, есть ли оно вообще и как его добиться. Вы включили микрофон? Давайте поделитесь. Вы давно в заветных отношениях? Кто помнит из вас? Костя может не помнить. Он сегодня спрашивал. О таких датах. 17 лет, да? 16 лет. Ну это солидный срок. Мы с вашей женой прожили 10 лет и вот недавно, 1 сентября, было как раз десятилетие наших отношений, а вы еще больше. Соответственно, вы наверняка воспитываете кого-то, да? У вас есть дети? Или друг друга до сих пор? Да, дети есть, двое девочек. 14 и 10. И, наверное, стоит поразмышлять на некоторый такой философский вопрос и от вас обоих услышать ответ в начале нашей беседы. Что же такое семейное счастье? И вообще вы, как семья, счастливы или нет? Костя, что такое, на твой взгляд, семейное счастье? Нужно понимать, что мы не претендуем на определенную истину, да? Суждения личностные, суждения пережитые. Ну, я верю, что это будет в назидание, потому что мы побеждаем дьявола словом свидетельства и кровью агонца. Что такое счастье? Или вообще, ответь сначала, ты счастлив? Ну, да, я часто об этом думаю, размышляю в последнее время и понимаю, что я, во-первых, не ошибся с выбором. И если взять, перекрутить эту пластинку длиною 16 лет, да, я бы сделал то же самое, поступил абсолютно так же. Потому что я понимаю, что то, что Бог мне дал, я, во-первых, убежден в том, что мою жену, да, именно дал мне Господь. А благословение, оно печали со мной не приносит. Поэтому моя жена на мне печали не приносит. И она по сей день, мы 16 лет прожили, по сей день она для меня остается загадкой. Хоть она и говорит, что мы разные люди, абсолютно разные, но я думаю, что в этом и есть сила. Потому что если мы были одинаковые, она бы мне стала неинтересной. Так как она уникальная и совсем другая, не как я, мне с ней всегда интересно. Так в чем же заключается семейное счастье? Ну, во-первых, я так думаю, что, ну, для меня важно, Слово Божие говорит, что если Господь не созидит дома, то напрасно весь труд. И первично, опять же, для меня, это то, чтобы Господь созидал дом, чтобы Господь помогал. То есть счастье, это когда присутствие Бога, оно постоянно есть в семье, есть в доме. Это лишь один из... Хорошо, Евгения, ты счастлива вот с этим дяденькой? Да, я счастлива. Я немножко хочу сказать... Он, знаете, мужчины отличаются, они видят вот там, и вот он видит, верит и идет. Да, а женщины более как-то по-другому смотрят, они смотрят туда, они смотрят то, что вокруг. И для меня вот сегодня, да, есть это счастье, я чувствую его сердце, и поэтому я счастлива. Но так не было всегда. То есть мне пришлось приложить определенные усилия для того, чтобы он открыл свое сердце и отдал его мне. То есть чтобы его заполучить. Вот. Потому что я, не знаю, может быть, так Бог сотворил на ней. Я очень чувствительный человек внутренний. И я знаю точно, когда он был не со мной сердцем, он мог находиться рядом, но его как будто не было. И я всеми правдами, неправдами, всеми силами вызывала вот на эти вот разговоры, на какие-то вот я молилась, что-то делала, чтобы открыл он свое сердце для меня. Потому что мне нужно... Тогда для меня это было счастье, чтобы мое сердце чувствовало его сердце. Не просто два человека, живущие рядом, там что-то делающие, пусть даже без всяких руганий, но чтобы я его ощущала. Мне не тело его нужно, мне нужна была его душа, его сердце. И вот когда это пришло, я помню те молитвы, которые у меня молились, я говорю, Господи, пусть хоть последние пять лет, но я буду счастлива в своем браке. Для меня вот это было... Ну, я честно могу сказать, что... Ну, вот же потом, вот этот проект, где семья и брак, я веду один урок, конфликтность в семье. И я готовилась, когда искала материал, я нашла, что даже психологами доказано, что настоящая любовь к той, к которой мы стремимся, приходит после 13 лет брака. И когда я это слышала на библейке еще, думаю, Господи, какой ужас. Мы тогда прожили года три, наверное, или два, вот что-то такое-то. Что ж такое-то? Ну, вот сегодня, когда я вошла вот в эту полноту счастья, я даже не помню, что с нами было, какие там были конфликты, как мы там ругались и притирались, и строили. То есть это вот сегодня, я могу сказать, что я прям счастлива. То есть нет, вот мое сердце, оно как будто вот погрузилось в покой в отношении моего мужа, в отношении семьи, то есть моего дома. Может быть, где-то есть какие-то вот ситуации вокруг, да, но не дома. Дома у меня вот именно состояние счастья внутреннего. Ну вот подчеркни вопрос из твоего ответа. Наверняка здесь есть женщины, девушки, которые переживают то же самое. Живут с мужчиной, но его сердце не открыто. Это, наверное, болезнь нашего прошлого, какие-то моменты, да, суровые сибирские парни и так далее. Но все-таки с годами что-то должно меняться. И по каким принципам все это изменилось? Что ты сделала? Вот я услышал, ты молилась. Что еще? Мне кажется, я что только не делала. Я пробовала вообще все, честно говоря. Я первые шесть лет, я просто молилась за него. Ну, нам так нас учили, я благословляла, провозглашала какие-то вещи. Но мне нужно было, то есть, да, я не скажу, что там он какой-то был плохой там или еще что-то там, не так себя вел. Но этот человек духовный, вы заметили, да? Он, это дух, по сути, дух. Он летает постоянно где-то в небесах. И мне приходилось, чтобы немножко на землю как-то вот опускать. И он, попадая на землю, еще не понимал, что надо мне от него. Иногда тело его появлялось в моей жизни. Но души, вот которые, как я вот внутри, мне хотелось каких-то, как, ну, не знаю, может любой женщине, каких-то разговоров. Вы знаете, да, что женщине надо вот, чтобы разговаривать. И я постоянно, ну, как-то пыталась, вот я молилась, Господи, поменяй его, Господи, поменяй его, Господи, поменяй его. Я шесть лет вот так делала. И потом я так устала уже. Давай я отвечу немножко. Я договорю, подожди. Я договорю. И потом однажды я уже, когда вот все силы свои, я закричала, Господи, да что ж мне сделать, чтобы он поменялся. И вот тогда Бог со мной заговорил. И он стал менять меня. И когда я поменялась за этот год, я стала просто работать над своей внутренностью. Мы иногда не видим каких-то внутри себя эмоций, разговоров, ответов, которые провоцируют человека, партнера, да, на какие-то неправильные вещи. И когда поменялась я, я увидела, как сильно за один год изменился мой муж. И вот как-то с этого момента, может быть, все стало меняться потихонечку, потому что я поняла, все начинается с меня. И я могу, да, как человек что-то сделать. Ну, по себе сама я, конечно, не могу. Я честно скажу, все, что у нас сегодня есть, это есть только Бог. Потому что если бы не было Бога, то ничего бы не было. Потому что по-человечески я давно развернулась и ушла, честно говоря. Потому что я не понимала, меня не учили. У меня не было семьи, вот с которой бы я могла брать пример. То есть у меня не было родителей вот в хорошем браке, у нас у мамы развод с папой. То есть не было примера. И я понимала, что я училась заново жить полностью, целиком и полностью. Поэтому, знаете, когда учиться заново, ты не знаешь. Это сегодня у вас есть курсы разные всякие. У нас их не было никаких курсов. У нас было ты и Бог. Делай, что хочешь. Ну да, 17 лет назад такого не было. Ты хотел ответить. Я просто услышал вопрос твой. Как сделать так, чтобы можно было открыть сердце? Да. Потому что это очень важно. Я вспоминаю один момент в жизни, когда мы выходим замуж, женимся. Мужчина, он всегда хочет быть сильным. Потому что так говорят, что мужчина должен быть сильным. И ты как бы себя настраиваешь на победу всегда. И ты должен быть везде сильным. На улице сильным, дома сильным. Везде сильным. От мужчины требуют, чтобы он был сильным. Но знаете, на самом деле, не всегда мужчина может быть сильным. Иногда бывают моменты, когда ты разбит, раздавленный, ты слабый. И ты не побежишь всем рассказывать, что ты слабый. Что тебе тяжело, что у тебя проблемы. И чем моя жена мое сердце завоевала, это она правильно отнеслась к моим слабостям. Она правильно отнеслась. Она покрыла в тот момент, когда мне нужна была поддержка, ее помощь. Она просто покрыла. Я увидел, что она действительно любит меня. Не просто, когда я сильный, когда у меня что-то есть. Когда у меня все получается. Она меня любит такого и слабого, и никому не нужного, и разбитого. И вот этим она завоевала мое сердце. Наверное, это и есть настоящие заветные отношения, которые звучат на алтаре, да? И в радости, и в горе, и в здравии, и в болезнях, и в богатстве, и в нищете. Когда ты это говоришь, ты не думаешь, что тебя коснется это. Ну да. А на самом деле жизнь такая достаточно длинная, и события происходят различные. Хорошо, следующий вопрос. Давайте вернемся как раз в эти 17 лет, 16 лет назад. Как вы вообще нашли-то друг друга? Вот если со стороны посмотреть, не зная вас, да? Мы привыкли, вот уже Константин, Евгений и так далее, наша семья все знают. А если вот бросить со стороны, я помню, я еще был неверующим, а они уже воцерпленные люди верующими. Я так смотрел со стороны, ну, не похожи, разные. Как они вот соединились? Как вы соединились? Как вы до такого докатились, что вы вошли в эти заветные отношения? Вообще, на самом деле, в принципе, да, все произошло быстро как-то. Раньше, мне кажется, вообще быстро происходило все. Это в назидание тем людям, которые сейчас живут вот в условиях такого комфорта, думают много времени. Я помню свое, извини, Кость, перебил. Ну, на самом деле, все быстро. В первые два года передружил с кем только мог, потом нашел свое и быстро оженился. Все, вопрос решен. И дальше живем и служим Богу. У вас тоже быстро, да? У нас, наверное, еще быстрее. Потому что еще раньше. Вообще, когда я пришел в церковь, я понимал, что мне нужен Бог. И я пришел не из-за того, что мне сказали, что там хорошие, там красивые сестры. Это сейчас много красивых сестер. Их научили красиво одеваться, следить за собой. На тот момент, как бы, их не особо много было. Никто нас не учил ничему. У нас, как Евгения сказала, что никаких курсов не было. И парикмахеров, там, и вот это маникюр. Все это было все только, так сказать, в зародыши все это было. И я пришел, я искал реально Бога. Я сразу сказал, если Бога нет, если я его здесь не найду, то тогда мне церковь не нужна. Из-за людей, ну, в принципе, мне не нужна церковь. У меня были друзья, у меня были отношения какие-то. И я серьезно стал относиться к священодействиям, которые проходили, к Слову Божьему, к молитве. Ну, то есть, все, что касаемо Господа. И что меня привлекло в ней? Люди разные были, как и сейчас в церкви разные люди. Что именно привлекло в ней, что я видел ее, ну, серьезные также отношения к Богу. Она ходила на все служения. Она всегда что-то писала. Она всегда читала Библию. Она всегда, ну, такая, ну, то есть, видно, что она не пришла в церковь мужа искать. И мне понравилось, вот, она для меня стала привлекательной. Привлекательной, такой загадкой привлекательной. Ну, если я с сестрами общался, для меня, как бы, не вызывало интерес. Ну, то есть, обычные девчонки, да, то есть, обычные какие-то разговоры. И я всегда думал, как бы мне вот с этой девушкой поговорить. Потому что она казалась более, там, серьезной. Она и взрослее, и, ну, вот, это отношение. Я как-то даже дистанцию какую-то держал. Потому что, ну, боялся, что, может быть, первая встреча как-то негативно повлияет. И, ну, то есть, она, там, оттолкнет от меня, мне потом, от себя, меня, мне сложнее будет. В это время начинал влюбляться? Какой-то трепет был, вот, именно по отношению к ней. Я думаю, что это и... Я вспоминаю, она приходила в реп-центр и подстригала всех. И она подстригала всех бесплатно всегда. Никогда деньги не брала, и... Ну, и я внутри думаю, я не могу просто вот пойти и ничего, ну, не дать ей, ни денег. А денег не было, ну, какие деньги? И я думаю, я лучше буду лохматый ходить, пока деньги не появятся. Я так и сделал. Ходил лохматый, пока не появились деньги. Я уж не помню, что я там подарил. Ну, с пустыми руками я к ней не пошел. Потом пообщался, я понял, что очень хороший человек, добрый, искренний. И больше захотелось общаться. Наверное, с того момента, когда мы не расстаемся уже 16 лет. Ну, я немножко добавлю. Может быть, пусть это не будет для вас, как бы, примером таким. Мы друг друга знали до свадьбы 75 дней. Видите, насколько пунктуальный человек. 75 дней. Я говорю, что настолько все было быстро, я даже не знаю, как это все. Ну, это не специально так, ну, как бы, какие-то события, так вот все происходило вокруг нас. Потому что мы толком, может быть, ничего не понимали. Нам нас никто не учил каким-то вещам. И это все вот как-то вот так вот. Что меня привлекло в нем? То, что мне казалось, он вообще летает над землей. Как-то я вот смотрела, там одна сестра мне задала вопрос. Как вот ты думаешь про вот этого брата, про этого? Ну, я вот объясняла, она говорит, а что ты думаешь про Костю? Я говорю, ну, Костя, это Костя. Для меня, кажется, это какой-то ореол такой вокруг него. Он там как раз 40 дней постился, вообще летал просто. Ну, вот когда мы, он все-таки пришел ко мне подстригаться, и мы начали разговаривать, я услышала в нем то, что он говорил те вещи, которые я переживала внутри. То есть вокруг меня, мне казалось, ну, таких людей не было. Я не находилась, с кем бы мне об этом поговорить, то, что есть у меня. Я боялась, что люди думали, что я вообще сумасшедшая какая-то. Но когда я встретила его, я увидела, что, ну, меня из молитвенной комнаты постоянно вытаскивали. То есть я все время так много молилась, уже все смеялись надо мной. Говорю, тебе кровать туда перенести? Ну, и как бы вот такие моменты, что я выхожу, очередь стоит там уже, у нас такая комнатка была. И вот он тоже много молился, я не знаю. Я когда спрашиваю, как вы поженились, я говорю, ну, раньше брату и сестре, ну, и сегодня нельзя было молиться вместе. Поэтому мы поженились и стали молиться вместе. Вот ответ, который я ждал. Что же их объединило? Любовь, холодный расчет, оказывается, молитвенная жизнь. Молитва вместе может объединить людей. А потом уже все остальное как-то. Мне кажется, я даже о другом каком-то не задумывалась. Для меня вот это было центрально. Потом 75 дней и подвинется. Да. И всю жизнь молиться, и до сих пор молятся. Да, до сих пор. Я помню, что когда мне... Ну, я честно, может быть, это духомания, как многие говорят, но я честно, что мне Бог сказал про моего, ну, тогда еще не мужа, ну, он мне не говорил, что это твой будущий муж, там, каких-то, вот, как людям отказывается. Он мне сказал, с этим человеком ты должна вместе молиться. Я не рассматривала сначала-то, я не смотрела на него как на мужа будущего. Я думаю, господи, как мы будем молиться вместе, если там он женится, я как буду куда-то... Ну, мы представляли, как это вот вообще... Ну, ты начинаешь строить по-человечески представление, как это будет. И у меня в голове какие-то были, ну, непонятные вещи. Ну, мы вот начали общаться, как бы, начали вместе молиться, нас разогнали, сказали, нельзя вместе молиться. Надо жениться. Да. Мы послушались. Хорошо, отлично. Первый год жизни. Обычно происходит такая притирка, да, когда железо соприкасается с железом, говорят, искры летят. Было ли у вас это? Была ли притирка? Были ли конфликты? Или у вас по молитве происходила сплошная благодать, и вы вообще не ссорились, вы вообще не ругались? И поделитесь, вы, может быть, вспомните какие-то случаи в частности, может быть, комические, может быть, трагические. Как вот было? Нет, ну, вообще, если уже по-разному, конечно, люди встречаются, но у нас была особенная вот эта встреча. Она вела духовную жизнь, я вёл духовную жизнь, Бог соединил нас в духе. И когда Бог соединяет, так же, когда Бог тебе даёт какое-то откровение, да, ты бежишь, радуешься, ты говоришь, Бог мне что-то сказал делать там в отношении служения. И потом, потом, раз, и это заканчивается, как будто вот бывает такое. Кто понимает меня? И вот у нас то же самое было. Пока мы ходили в духе, было всё классно, мы общались, мы делились откровениями, там, я не знаю, мы не могли вообще, я вот не мог без неё. Мы разговаривали на одном языке, мы садились в автобусы, мы вот, где бы мы ни ехали, в трамвае, в автобусе, мы постоянно на весь автобус орали. Потом мы, когда мы очнёмся, мы смотрели, весь автобус смотрит на нас, слушает, мы, ну, разговаривали только о Боге, там, ну, о каких-то вещах, там, ну, какие-то вещи такие, что... Ну, а потом пришла жизнь, пришла бытовуха и устройство семьи и тому подобное, ну, и, соответственно, пришли проблемы. Потому что, ну, человек, во-первых, он триедин, не только один дух, есть душа и есть тело. И, ну, соответственно, пришли определённые проблемы, с которыми пришлось разбираться. Женя, наверное, более подробно расскажет нам о тех самых проблемах, которыми пришлось разбираться. Мои ощущения вот эти первого года жизни, мне казалось, я прям верила в это, что Бог соединил нас. Реально, мы летали, реально, ну, как... Но потом, как будто мы поженились, как-то пелена с глаз падает, и ты... Это обычно происходит, наверное. И вот, да, и как будто вот он специально закрыл нам глаза, чтобы нас соединить, и потом вот это всё вот раз куда-то, мы поженились, и всё. И вот, знаете, вот то, что сегодня учат, да, какие курсы проходят, люди советуют. Действительно, мы прожили разную жизнь, мы абсолютно разные люди были, да, Бог соединил, может быть, это его план был всё, но чисто бытовые привычки, чисто вот просто обычные вот жизненные вещи, они оказались, ну, на самом деле страшны для меня тогда, потому что... Ну, я всё равно человек был, я не так давно была в Боге на тот момент, и для меня всё это казалось таким ужасным, и никогда это не изменится, и как это вообще жить? Я всегда рассказываю пример, который для меня вот, ну, такой как бы стал откровением таким определённым. Не знаю, смешно, тогда мне не было смешно. Магазин, первый год мы жили в магазин, вот он пошёл, я там перечислила список, что купить, и говорю, пряники. И вот он приходит с мятными пряниками. Ну, вот, знаете, я просто даже в голове не могла представить, что пряники-то мятные. В моём голове представить, пряники-то шоколадные, остальные другие-то не пряники. И когда я человеку говорю, пряники, ну, у меня в голове, представляете, он приходит, и всё, мне казалось, это прям катастрофа. Ну, и, представляете, это всё касалось, всего абсолютно. Я говорю, я люблю, привыкла есть перед телевизором, я так жила всегда, мне надо кино, поднос, он, мы все едим на кухне, ещё такие... Потому что у него так, ну, вот, представляете, просто вот определённые бытовые вещи, как мы научены. У них вообще нельзя со стола на кухне вставать, то есть с чем-то в руке, там, с печенюшкой, с конфеткой. Мама их так воспитала, у нас было всё по-другому. Представляете, всё вот это вот, и вот как притирка, ну, я помню, но это тяжело. Я уже, ну, я, у меня прям всё, я остановлюсь, ну, как жить-то дальше? Как же, я говорю, как можно сидеть на кухне друг на друга, что ли, я не могла вообще понять, как можно. Ещё есть при этом, ладно, молиться, а есть при этом ещё. Ну, и вот, знаете, и, конечно, начинается вот эти вот, ну, внутри у меня бунт. Я говорю, знаешь что, я не просто буду в комнате есть, я буду лёжа на диване есть, с этим под носом. Прям под одеялом с головой. Ну, это, и вот он помню этот момент, хорошо, он такой постоял, постоял, ну, ладно, все сегодня едим в комнате. Вон оно как. Согласен. Ну, и вот, я помню, тогда началось, то есть, ну, не надо категорично, то есть, начались притирки, на кухне раз поедали, раз в комнате, ну, всё, это не так страшно. Сейчас где едите, Жень? А у нас стол в комнате. Отлично. Видите, какое решение с годами созрело, стенку сломать и сделать кухню в комнате. Да. Не, ну, на самом деле, первый год жизни, это действительно стресс, потому что все вот эти вещи, да ладно, хорошо, если вы там дружите долго, вы всё это открываете в течение дружбы. Я вообще не знаю, если бы мы так долго дружили, мы, может, и не поженились бы никогда, потому что это как бы всё начало вскрываться, а вот так вот, знаете, вот, может быть, всё-таки удачно, раз, и выбора нету. Дверь закрыта, замурована, вот, хочешь быть счастливым, ты так начнешь молиться и будешь наступать на себя и меняться, чтобы жить в благословении, быть счастливым. Не просто найти эту дверь под названием развод, уйти, сказать, это не моё, он не подходит. Знаете, возможно, всё человеку верующему. Я стала, знаю, что абсолютно другой, так же, как и он. Я вот сегодня слушаю какие-то моменты, которые он мне говорит, мне иногда даже стыдно, что ради меня он настолько вещи внутри себя поменял, и я становлюсь благодарна, что он, ну, действительно способен был наступить где-то на себя и принять какие-то мои, там, не знаю, привычки, условия. Я понимаю, что для меня тоже, ну, какие-то смерти было подобно, уничтожить, убрать что-то, что нравится. Конечно, это годы терпения, не знаю, положения. Ну, знаете, опять же, я помню, как я закрыла эту дверь однажды и сказала, выхода нет отсюда. Тогда, знаете, если я уж попала в тюрьму, так может нам посадить цветы и повесить занавески, а не стоять в двери, пытаться всю жизнь. Ну, вот, я ошибла и биться в эту дверь, которая, в принципе, ну как, вот, меня нельзя развивать. Ну, это глупо, всю жизнь потратить на вот эти слезы. Лучше, в принципе, повернуться и устроить свою жизнь, чтобы быть внутри действительно счастливым, чтобы сердце твое пело, чтобы ты, ну, просто прожил свою жизнь не зря. И тогда, я думаю, что все-таки всего можно достичь и добиться, тем более у нас есть Бог, это непросто даже. Люди, не знающие Бога, добиваются просто на решении многих вещей. А у нас есть Бог, который дает благодать. Знаете, я помню наши молитвы, у нас были такие, когда мы говорили, Господи, даже если мы ошиблись. Знаете, вот это, всегда говорят, Бог соединяет, Бог соединяет. Но были кризисные моменты, я говорю, даже если мы ошиблись, ошиблись из-за нашей верности, дай нам сверхъестественную любовь друг к другу. Знаете, разные были молитвы, разные были периоды, времена, то есть, как бы, ну, слава Богу, прошли. Наверное, семейные конфликты, это неизбежность определенная. Аплодисменты, которые рано или поздно периодически происходят. И есть деструктивные конфликты, а есть конструктивные. И вот как вы научились, несколько слов буквально, принципов, дайте. Я пока говорю, скажу. Вот для меня лично, я поняла, ну, вот у меня всегда была сиругань какая-то, да, все, я разворачиваюсь, ухожу. Ну, и когда я вот, Бог меня стал учить, надо посмотреть на своего партнера глазами, что вот он и нет другого. Вот он и все. И вот тогда будет все по-другому. Потому что я слышала, как многие сестр приходят, я сама так делаю. И жалуются пастором на своего мужа или на свою жену. И к маме собираются уезжать. Да. И я тоже так делала. Пока, видать, Жене надоело, она уже перестала меня слушать. И когда никто не решает твои проблемы, тебе приходится их самой решать. И слава Богу, что однажды она перестала меня слушать и стала говорить, да хороший у тебя муж. И мне думаю, надо же, перешла на его сторону. Ну и развернулась, пошла. Выбора как бы не было, начала разбираться. Действительно, у меня очень хороший муж. Потому что когда ты на него слушаешь, вот он твой и все. Никто твоим больше не будет. И не надо. И вот если вот, знаете, это иллюзия, когда он говорит, ну это есть другой лучше. Где опять придется с нуля, опять ломать себя, опять что-то. Этого ты уже знаешь. В доле поперед. Зачем его менять на кого-то или ее менять на кого-то другого? Он самый родной, самый близкий. У тебя даже, ну я не знаю, это самая близкая и подруга, я не знаю, и мама, и папа. Все в нем, по сути, заключено. Это самый близкий, родной, самый родной человек. И когда ты будешь смотреть на него так, что это вот он и все, вот тогда ты будешь искать пути примирения, прощения. И не знаю, какое-то строение отношений и все остальное. Как ты считаешь, Костя, когда конфликт происходит, что делать? Ну, вообще меня Господь учил. Ее тоже учил Господь, как правильно выходить из конфликтов. Было время, когда я к Богу пришел и сказал, ну, Бог, я начал просто рассказывать. Она часто жалуется Богу на меня. Она мне потом рассказывает, говорит, вот я на тебя пожаловалась Богу, ну и вот ты поэтому так, так, так изменился. Я думаю, ну я тоже попробую пожаловаться на Ню, у меня же тоже претензии есть. Начал жаловаться к Богу. Ну, Бог меня не стал выслушивать, Он мне сказал, вот то, что ты перечислил, говорит, это такие мелочи. Поэтому есть важные вещи, а есть второстепенные вещи. Мы должны понимать, что есть судьба, есть призвание, ради которые Бог вообще сочетал. Поэтому, ну, есть вещи, которые можно просто откинуть в сторону, и сразу легче жить станет. Намного больше то, что вы живете, то, что Бог соединил, нежели там какие-то новые. Знаете, то откровение, то те слова, которые Бог дал мне, показав на Костю, что мы с ним вместе должны молиться, это произошло только через 10 лет. Через 10 лет мы стали вместе молиться. Не, мы пробовали по-человечески. Но, действительно, если вы заметили служение, которого, да, вот мы ведем, не знаю, призвание до конца, ну или нет, но, тем не менее, вместе на удовольствии с утренней молитвой, то не сразу, мы начали вместе молиться. Через 10 лет то, что Бог сказал. Представляете? Сколько мы могли бы потерять это служение, потерять вот это откровение просто из-за каких-то бытовых вещей. И если не видеть впереди себя то, что Бог тебе пообещал, то, конечно, можно разменяться вот на простые бытовые вещи, на простые ругани, там, не знаю, оскорбления друг друга. Я тоже, ну, по служению хочу сказать. Я вспоминаю, что мы, она духовный человек, она любит Бога, ищет Бога. Я люблю Бога по-своему. Мы сначала вместе служили, пытались быть везде, в церкви везде. Костя даже в прославлении пел. Ну, я не знаю, где мы только не были, но мы просто хотели служить Богу. А потом как-то получилось, что она пошла в своем направлении, я пошел в другом направлении. Ну, и мы дошли до такого момента, что, в принципе, нас вообще ничего тогда не связывает. Она по-своему живет, она служит по-своему, я по-своему живу. И конфликты стали возникать в семье. Я помню, как Бог опять же развернул все это. Я помню, мы с ней поругались, как-то что-то сильно поругались. И я на работе работаю, и мне звонит один пастор, говорит, «Слушай, приезжай, послужи ко мне в церковь с другого города, проведи инкаутер». Ну, то есть там все вот эти вещи. Я говорю, ну ладно, хорошо, приеду. Ну, и телефон ложу, думаю, вот я ее, короче, с собой не возьму. Пусть дома сидит. И Дух Святой со мной заговорил, он говорит, тебе нужно ее взять с собой. Я говорю, зачем мне ее с собой взять? Она, мы в конфликте, пусть дома сидит. И Дух Святой мне сказал, ну, во-первых, это ее служение инкаутер, я помазал ее на это служение. А во-вторых, когда вы вдвоем, вы имеете двойное помазание, двойную силу. Вы знаете, с этого момента вообще все изменилось. Вообще абсолютно все изменилось именно в служении, что мы всегда вдвоем, мы ездим вдвоем, у нас школа, где мы вдвоем учим. Я реально вижу, что она очень сильно дополняет, и у нее есть те дары, те таланты, которых у меня нет. То ребро, которое Бог взял, да, когда оно на месте, я полноценный человек и полноценное служение. Так я, ну, без ребра, это уже не полноценность. То есть одно откровение от Бога, оно способно принести дополнительное счастье в семью. Люди, когда начинают служить одному откровению, это объединяет. Хотя, по сути, они разные. Знаете, кто-то сказал недавно, что очень сложно оставаться солью, когда вокруг проповедуется сладкая жизнь. И вы семья, одна из немногих, наверное, которых я знаю, самых посвященных Богу. У нас много семей приходят, уходят, создаются в церкви, потом все короче, дети рождаются, с финансами все налаживается, и люди забывают о том, кто им что дал. Но вы же наоборот, вы некий антагонизм этому, да? Вы с годами все становитесь серьезнее и серьезнее в служении Богу. Вот поделитесь какими-то вещами, которые помогают вам, несмотря ни на что, оставаться служителями Божьими и утверждать Царство Божие на этой земле, реализовывать его откровение. Несмотря на нагрузку, несмотря на то, что много нужд и так далее, вы все равно пашите, вы работаете на Неве Божьей. Вы одна из посвященных семей Богу, которых я знаю, уже сказал. Поделитесь, что вам помогает это делать? Ну, знаете, я, когда, до того, как я пришла к Богу, я уже прожила какую-то жизнь свою. Я не была в зависимостях каких-то. Я пришла к Богу из-за внутренних вот этих нужд каких-то, поисков. Потому что я поняла, что у меня уже возраст, я была не молодая. И в то же время я поняла, что я потеряла все в жизни. То есть в каком-то возрасте ты мечтаешь о том, что у тебя будет все. Но когда я дожила до этого периода, я потеряла вообще все, что могла. И я понимала, что мне, как бы по-человечески, я поняла, что я настолько как-то разрушена уже была тогда, что я не способна ничего восстановить. И как бы жизнь нас учила, мир так учила, что все в этом возрасте уже все как бы. Можно ложиться и умирать, по сути. И, знаете, я когда пришла к Богу, я понимала, что мне нужно что-то. Я, может быть, не совсем стопроцентно поняла. Где-то внутри я понимала, что мне нужно что-то сверх того, что я знаю и умею. Я пыталась много лет что-то строить, и все рушилось. И вот, знаете, когда я пришла к Богу, я поняла такую вещь. Может быть, Бог так сделал, что без Него я не могу ничего. И я реально это увидела в своей жизни. Я поняла, что мне нужен Он первично. Потому что как человек я не способна. Если по-человечески, я уже говорила, что я бы развелась бы, я бы бросила бы, я бы ушла бы. Меня удержал Бог. Я не знаю, почему, как так, что Он учил меня просто. Он был личным моим учителем. Потому что у нас не было тогда столько учителей, программ, я опять говорю. Вообще, какие бы ты решения ни принимал, я шла к Нему сначала и слышала, что Он говорит. И Он говорил то мне, что я не хотела делать по-человечески. Я этого не хотела. Но из-за того, что я понимала, что Он мне нужен, я соглашалась на Его условия. И через это менялся мой проклятый характер, мое поведение, мои мозги менялись, взрывались. И, ну, соответственно, мои решения менялись, раз менялись мои мозги. И знаете, вот я научилась так жить. И я не знаю, как вообще можно не спрашивать Бога, что делать и что не делать. Для меня это вообще священно. Это первично. Это вот, даже я помню, мы поругаемся в воскресенье, не разговариваем друг с другом. Но мы знали, что нам надо дотащить себя до церкви. Мы идем на два метра друг от друга, но идем сюда, чтобы сюда доползти, я не знаю. Потому что решение все здесь, я понимала. Что бы ни случалось, у нас была всегда ответственность. Как бы мы ни поругались. Если я и веду человека, мне придется ее вести. Как бы я ни поругалась. Если есть служение, мне нужно идти на служение. Что бы со мной ни произошло. Ты орешь, кричишь, Господи, помоги, пожалуйста. Ты видишь, какое у меня состояние. Мне нужно вот, ну, вот, я не знаю, мне кажется, только из-за этого. И когда Бог для тебя первичен, когда тут он, ни какие-то ругань, ни какие-то там оскорбления, ни какие-то там выяснения, непонятно что. Вот если он первичен, ты наступишь на это. И для меня не было, даже мы дома, помню, ругаемся. И Алексей тогда звонит мне, что, Жень, приедет, нам надо подстричься всем. Он молча садит меня в машину и везет. Хотя дома мы только что пластались, ругались, у нас какой-то конфликт. Мы понимали, что это сверх наших каких-то вот этих вот ссор и выяснений. Я не знаю, сегодня как-то я вот смотрю, люди по-другому, им плевать, вот то, что там есть какие-то вот, ну, церковь и Бог, это первичное для нас всегда было. Я не знаю, может быть, нас так воспитали, может, Бог так сделал. Честно говорю, что, ну, я всегда молилась, всегда молилась. Я смотрела на людей, ну, почему мне казалось, ну, все так должны молиться. А потом я поняла, что, может быть, и не все так должны молиться. Ну, все разные, Бог призвал тебя к разным служениям, но хотелось бы, чтобы какие бы решения ты не принимал, все через Бога бы проходило. Знаете, потому что в присутствии Бога меняется вообще все. Мы поем эти песни в твоем присутствии, да, тают горы, но мы не бываем в его присутствии, чтобы горы таяли. Мы забежали и убежали, а горы как были, так и остались у нас внутри. И вот ты, когда ты понимаешь, что вот ты готов лечь, говоришь, я не сдвинусь с места, сделай что-нибудь, все. И ты дожидаешься его прихода, присутствия, все. И он меняет, и выходишь оттуда совсем в другом настроении, в другом состоянии, там, ну. Я не знаю, как по-другому. Я вообще не представляю, как люди живут без Бога, я не понимаю. Как-то живут, а может выживают, сложно сказать, да, надо у них спросить, как они живут без Бога. Знаете, какая бы психология ни была, какие бы пункты мы ни давали, но если нет основания Бога, эти пункты тебе не помогут. Да, Царство Божие первично об этом говорит Священное Писание. Потом, конечно, все вот эти обучающие, это очень хорошо, но основание, в любом случае, это Бог. Если не будет Бога, не знаю, не будет ничего. Ключ для посвящения Богу в любой ситуации дотащить себя до церкви. И здесь все меняется. Ты солидарен с точки зрения Евгения? Ну, я добавить хочу. На нас, на мужчинам, Библия говорит, что Христос, Он должен являться главой мужа, и это очень важно. Потому что, если ты мужик, и Христос не является твоей главой, ты будешь просто восполнять нужды семьи, и они просто выпьют тебя. Я недавно пережил такую вещь, как будто вот, вот мы в отпуске были недавно, и они начали меня пить всей семье, всем семейством просто. Я начал, я ехал отдыхать, а когда я туда приехал, я понял, что, ну, я еще говорил, мне же, я вот целый год служу, так мало времени семье уделяю. Ну, сейчас поеду и буду, надо же, чтобы я им, ну, там, уделял время семье, детям. Ну, это, может быть, только на словах было, на самом деле я хотел отдохнуть, но когда я приехал туда, я понял, что я должен им служить. Потому что у каждого, они уже, девчонки подросли, если раньше там, ну, папа сказал, вот так, значит, так и будет. А сегодня у них уже свои желания есть. У одной одно она хочет, другая другое хочет, и третья еще есть, тоже хочет. И все чего-то хотят. Ну, я понимаю, они все хотят, ну, от меня, они даже вслух говорят, а ты все равно, как глава семьи, преламливаешь. Жена же просто скажет, ой, какое платье хорошее, ты уже думаешь, где денег взять, да? Она уже, она просто сказала, как, ну, ну, то есть, и тут я прям понял, что если не служить Богу, просто ты будешь всю жизнь, вот, просто, ну, тебя будут пить, пить, пить. Я говорю, да, дайте мне служить Богу, потому что вы меня выпьете, и я не смогу восполнять вообще все ваши желания, все ваши нужды. Поэтому мы, мужики, должны позаботиться, чтобы Христос был главой. Что такое Христос глава? Это когда ты понимаешь вообще волю Божию на свою жизнь, когда ты сконцентрирован не на, ну, первично не на семье, на восполнении их нужд, а на восполнении его желаний. Потому что, если ты будешь восполнять его желания, он будет тебе давать сил и все необходимое для того, чтобы восполнить нужды семьи. Амэн. Раз речь зашла немного о детях, вы довольно известная в нашей семье исход семья, часто в разъездах, дома подолго не бываете. Как вы вообще воспитываете своих девчонок? Что помогает вам, какие ключи используете, чтобы они не просто стали девушками, выросли и так далее, а еще, плюс ко всему, стали такими же, как вы, служителями? Ну, я не знаю, может быть, это как-то банально звучит, но я спрашивала Бога все. Я понимаю, я приходила к ним и говорю, Господь, у меня не было примера идеальных родителей, воспитаний, я не знаю, что с ними делать. Дай мне мудрости, я реально просила каждый, дай мне мудрости говорить с ними, служить им. Потому что я знаю, сегодня вот у меня старшая, она в таком вот этом подростковом периоде очень жестко. Мне кажется, если бы не было Бога, я бы, наверное, я не знаю, что со мной было бы в этот период просто, я бы, ну, я бы отвечала ей ее же языком. Я бы не способна была себя обуздывать, сдерживать и любить ее, безусловно, если вот, ну, и со мной не было бы вот этой Божьей любви, которая меня утешает, успокаивает, покрывает. Но, опять же, я, ну, мы не живем двойной жизнью. Все, что я здесь, я там. То есть, по сути, я понимаю, что, как бы, видели, да, везде пишут, дети отображают то, что делаете вы, в любом случае, рано или поздно, это все вылезет. Все будет так, как ты делаешь то, что они видят. И, конечно, они обе разные, я понимаю, как вот Авигейка родилась уже позже, да, мы, может быть, были уже более духовные, она, как бы, более такая восприимчива к Духу Святому, к каким-то переживаниям, как бы, вот она, с ней проще. Соня родилась как раз, ну, мы еще не настолько, может быть, были духовно с ней послужили, потому что она именно взяла тот период моего, не знаю, моей жизни. И вот, как бы, сегодня мне приходится немножко ее корректировать. Ну, а так, мне кажется, они понимают, готовим их, что мы уезжаем, приезжаем, они говорят, мы, по-моему, пережили уже со всеми людьми, которые были в церкви, которые, ну, с нами жили, вот эти для них истории, когда они там, там, с кем. Слава Богу, за таких людей, которые сегодня служат, которые способны сегодня прийти. У нас, знаете, не просто, ну, девочки, у нас еще живности очень много в доме, которые тоже, знаете, для нас, вот мы уезжаем куда-то, это благословение, когда у тебя есть люди, которые не просто с детьми могут побыть, но они еще за твою живость тоже любят, как ты любишь, ну, как бы, содержать твой дом. Ну, не всех же пустишь в дом твой, как-то, это все равно твое, как бы, сокровище, скажем так, гнездо, лизина, там, вот эта атмосфера. Хочется, чтобы люди были благословенные в этом доме жили, но, слава Богу, что Бог дает, молитесь, и Бог будет давать, да. Не знаю, конечно, восполняем мы полностью целиком нужды своих детей, это будет все видно позже. Жизнь покажет. Да, мы делаем все много ошибок, как бы, но, знаете, когда не, я реально говорю, когда не хватает, вот, сил, я понимаю, что сегодня я не способна на какие-то процессы повлиять, да, и понимаю, что может только Бог повлиять. Если я опоздала где-то, проворонила, опять же, я знаю, что есть Бог, который способен, если ты вот отпускаешь, отдаешь ему в его руки, однажды, знаете, я читала такую книжку, где автор писал, что вот, ну, они были верующие родители, ну, а сын вырос и чудил по-страшному. И вот отец молился и так, и всяко-всяко-разно молился за него, и ничего не происходило. И однажды он просто, знаете, сказал, знаешь, отец, ну, с Богом разговаривал, я отдаю его тебе, больше у меня нет сына, он твой сын. И перестал за него молиться, ну, как бы, да, муж молился, но вот как, вот он переживал, стрессовал, перестал. Когда пришли из полиции, там, да, начали спросить, он говорит, у меня нет сына. Ну, как бы он уже, нет у меня сына. И знаете, вот, через прошел месяц там или два, его сын пришел с покаянием, он сказал, что он попал в миссию, в церковь какую-то. Просто вот человек доверил своего ребенка Богу. Он понимал, что он пропустил, упустил что-то однажды. Я не говорю, что надо сейчас вот закинуть детей. Просто, если в твоей жизни уже что-то потеряно, то у тебя есть шанс, что Бог восстановит Бог. Да, и довериться Богу, что Бог что-то делает в жизни твоего ребенка. У Бога свои процессы, свои способы, свои какие-то вот пути. Опять же, это отношение с Богом, и Бог будет восстанавливать, покрывать и корректировать. Мы все делаем ошибки, мы все что-то делаем не так, мы учимся. Мы первый раз живем на этой земле, и мы много ошибаемся. Что в семье, что с детьми, что с мужем, с женой в любом случае. Поэтому разговаривать вы всегда с Богом, иметь отношение с Богом всегда, в каких бы ситуациях вы не были. Какие бы вы решения не хотели бы принять, всегда через Бога принимайте решение. Сначала спросите у него, что хочет он на самом деле, что видит он на самом деле. Если он для вас ценность действительно, то ваша жизнь будет меняться. Он будет хранить и берегать, и корректировать все. Ну сейчас время, наверное, задать некоторые вопросы из зала, если есть такие. Ну вот одна пришла записка, может есть устный вопрос еще? Поэтому на эту Костя ответит. Прочитай. В какой момент жизни вы поняли, что ваше призвание – это молитвенное служение? Спасибо. В какой момент жизни? Вообще, изначально, до того, как я пришел в церковь, я любил спать до двенадцати. До одиннадцати, до двенадцати. Для меня вставать в школу было, это просто, ну, это прям пытки были номер один. Я помню, меня родители, когда будили, я так садился. Я только уходил, я сразу падал и спал. Ты любил вторую смену, да? Мне раза три приходилось будить. Для меня очень тяжело было. Я когда пришел в церковь, когда принял Христа, что-то внутри меня произошло. Я почему-то стал рано вставать, раньше всех. Я в шесть утра просыпался в реабилитационном центре, я не знал, что делать. Я читал, я не понимал, что вот что-то Бог вложил. Призвание, оно не приложено, оно внутри тебя. Внутри тебя призвание. И потом, уже только лет через пять, я вообще понял и сейчас понимаю, для чего Бог и ночью будет. Порой я в три часа просыпаюсь. Порой в четыре часа, в пять часов просыпаюсь. Для чего я понимаю, что это время, когда портал открыт, и можно молиться, можно ходатайствовать. Бог порой показывает каких-то людей какие-то ситуации. И порой ты даже просто молишься, да, ты даже не знаешь, о чем молишься, как Дух дает проявить. Но ты понимаешь, что это что-то производит вообще в жизни Божьего народа вообще. Мы же не знаем, что зависит от твоей молитвы. А сегодня мне вообще легко просыпаться. Где бы я ни был, на отдыхе, где бы я, в каком бы городе, поясами, ну, то есть ничего на меня не влияет. Бог дал мне слово, Он говорит, я пробуждаю ухо Твое. Каждое утро я пробуждаю ухо. То есть я будильник не ставлю. Бог пробуждает мое ухо. Мне легко вставать. Есть благодать на этом. И неважно, говорю в каком городе я, я просыпаюсь рано. И всегда, ну, даже бывает, я проснусь, помолюсь, почитаю, и потом могу лечь спать, ну, где-то на отдыхе бывает такое. Но утро, оно, как будто Бог дает что-то вот такое сверхъестественное. Я добавлю, может, я не знаю, вот у него может быть призвание, но я сова, вынужденная быть жаворонком. Знаете, опять же, я приняла решение. Мы жили вот разными жизнями. Он вставал рано, я вставала поздно, мы же каждый жил по себе. Но однажды я поняла, что так невозможно. И из-за него мне приходится вставать рано. Для меня это тоже катастрофа, потому что, ну, знаете, я вам хочу сказать, что иногда нужно наступить на себя ради общего блага. И знаете, не всегда, я честно могу сказать, не всегда я встаю в 6 утра из-за Бога, из-за молитвы. Иногда я встаю, чтобы побыть с Ним, вместе с Ним пойти сюда в храм на служение. Просто, чтобы, и когда Он меня любит, Он меня будет, я понимаю, что я Ему нужна. Я встаю через силу, хотя, может быть, и молиться не хочу, просто, чтобы пойти. Не всегда мотивация – это Бог. Иногда мотивация – это твой муж или жена, которые любят и хотят побыть с тобой. Поэтому, чтобы быть с Ним, это единственное время, когда я с Ним. Это утренняя молитва, потому что потом он уезжает на целый день, и больше я его не вижу до самой ночи, он может прийти поздно. Поэтому иногда придется выбирать что-то, даже без откровения. Я всегда говорю, это твое откровение, утренняя молитва, это не мое, мне Бог об этом не говорил. Но из-за того, что ты меня любишь, когда ты ко мне относишься особым образом, я иду за твоим откровением. Вот так работает, наверное, семейный союз. Видите, как интересно, самопожертвование. Есть вопросы в зале? Всех сфер коснулись, да? Тогда буквально по два слова каждый. Несколько советов с семьям, которые только начинают жить. И на этом мы все, пойдем по домам. Что делать? Как воцерквиться, как слышать Бога, как иметь счастье семейное? Ты вопрос задал на два служения. Знаете, я думаю, что... В двух словах буквально. Знаете, просто я все-таки, ну, как бы, так как мы уже прожили столько времени, я глядываясь назад, я понимаю, что мы прошли страшные какие-то времена такие разные, но мы прошли их. И я понимаю, что если бы не Бог, то не дай Бог. Вот реально, если бы не Бог, не Его откровение. Поэтому он тоже, когда жаловался на меня, Бог ему сказал, все это такая ерунда. Вот эти вот все наши ссоры, вот эти вот наши какие-то бытовые вещи. Они влияют, да, но это можно пройти. Принять решение, научиться и жить счастливо. Просто захотеть быть счастливым. Просто захотеть. Люди меняются, честно могу сказать. Мой муж очень сильно изменился, очень сильно. Однажды у меня раньше будило, знаете, как, вставай, ты солдат, ты должна. Ты в армии Христовой. Потом однажды мне Женя рассказал, что я женщина. Я пришла, думаю, мне будет, он опять вставай. Я говорю, я женщина, я никуда не пойду. Женя, она может, она многим наговорила так. Он такой постоял, ну ладно, и ушел. И поэтому со временем мой муж понял, что я не солдат. Что я женщина, и иногда дает мне поблажки. Давайте своим любимым поблажки иногда. Реально, просто. Поблажки, ключ к семейному счастью от Евгения Ильяных. Да. Ну я что хочу сказать, что, ну не бывает все идеально, гладко и ровно в семье. Всегда бывает период, ну всему свое время, Библия говорит, есть время камнями кидаться, да, в друг друга. Есть время собирать камни, есть время раскидывать. И мы проходим разные периоды времени. И я думаю, что ключ терпения, потому что ничего не бывает вечно, всегда что-то заканчивается. Конфликт заканчивается, и вновь Бог воскрешает эту первую чистую, эту любовь, которую Он изначально вложил в тебя. Ты способен идти дальше, опять смотреть друг другу в глаза, держаться за руку, понимать, что рядом с тобой самый нужный, самый правильный человек на всей планете. Поэтому, ну, перетерпи просто, если очень тяжело, перетерпи, не делай глупости, не делай ошибок, это все закончится, это все пройдет. Аминь. Терпение – ключ от Константина Ильяных для семейного счастья. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ